Доброе утро! Это программа «Наше утро» на ОНТ, понедельник, 12 ноября. Белорусская неделя моды завершилась. Пришло время подводить итоги и, конечно, говорить о трендах будущего сезона. У нас в гостях руководитель Беларусь Fashion Week Енина Гончарова и пиар-менеджер компании Huawei в Беларуси Ирина Корзюк. Доброе утро! Доброе утро! Енина, чем в этом году белорусские дизайнеры удивляли зрителей? Белорусские дизайнеры презентовали новые летние коллекции, и таких брендов было достаточно много. Это говорит о том, что фэшн-индустрия нашей страны готова к летнему сезону уже за полгода и в ноябре месяце. Люди, работающие в моде, уже увидели тренды от белорусских производителей на сезон весна-лето 2019 года. И что такого впечатляющего будет этим летом? Мы можем проанализировать уже все коллекции, представленные Беларусь Fashion Week, и скажем о том, что в моде всегда будет, в моде остается молодость. Женщины в любом возрасте могут и будут с удовольствием носить одежду белорусских дизайнеров. Одним из ярких проявлений этого сезона было то, что многие дизайнеры использовали в роли моделей, демонстраторов одежды красивых женщин в возрасте старше 40 лет. Это такой глобальный тренд, глобальное направление, когда ранее говорили о том, что фэшн-индустрия молодеет, и это относится не только к производителям одежды, которые стали делать свои изделия более молодежными, современными, скажем, казуальными, но также и относится сегодня и к моделям. Если говорить про европейские тренды, то это возвращение моделей 90-х на подиумы всех ведущих брендов. А в Беларуси это привлечение красивых женщин в таком прекрасном возрасте в демонстрацию коллекции одежды. Ну вот модным сейчас нужно быть во всем. Как ни крути, мы стремимся и внешне, и внутренне обогащаться. А еще существует тренд на мобильные телефоны. Все хотят обязательно последнюю модель, обязательно крутую, с крутой какой-то камерой. Что ответит компания Huawei? У нас есть такие телефоны. И мы уже не первый год участвуем в Белорусской неделе моды. И каждый раз наше участие — это своего рода презентация новейших флагманов линейки P, фокус которых на дизайн, внешний вид и на камеру ее возможностей. Вот, кстати, насколько я правильно понимаю, это новая модель. Мы с тобой в студии здесь о ней не раз говорили, а вот в руках я держу впервые. Красиво, очень красиво выглядит. Это Huawei P20 Pro с тройной камерой. Это первая в мире тройная камера Leica. И на сегодняшний день этот телефон является лучшим в мире по мобильной камере. Мы тоже должны быть модными и удивлять гостей, которые приходят из года в год на эту неделю. Соответственно, мы каждый раз придумываем новые форматы. И в этом году у нас, кроме презентации смартфонов, где могли гости познакомиться и сделать прекрасные фотографии с прекрасными профессиональными фотографами, у нас была еще такая интеграция уже непосредственно с BFW как партнером. Мы сделали Huawei Fashion Talks. Пригласили наших гостей. В качестве гостей были наши дизайнеры, с которыми мы когда-то работали ранее. Либо в рамках недели моды, либо в рамках презентации смартфонов. И мы беседовали над темой фэшн, над темой интеграции мобильных технологий в этой сфере. И получилось, мне кажется, очень неплохо. Да, помимо этого, помимо работающей площадки Huawei Fashion Talks, наши официальные фотографы использовали новый телефон для съемок моделей на подиуме, а также фотографировали гостей в холле для того, чтобы показать качество телефона действительно не на словах, а на деле. Может быть, в будущем мы будем говорить не только о том, что мобильный телефон, он сменит фотоаппарат и работу фотографов. Просто мы все сможем влиять на то, что увидели и доносить информацию. Так быстро, как это нужно. И телефоны в этом помогают. Спасибо, друзья. Мне остается только напомнить, что сегодня у нас в гостях были руководители Белорусской недели моды Янина Гончарова и пиар-менеджер компании Huawei в Беларуси Ирина Корзик.